Ну, здесь по поводу того, что записка, по поводу того, что уже, я тоже, типа, на Байкале найдено горючее божество, будущее, так далее, то есть, вещество это, опять-таки, не вещество, это вода, которая на определенной глубине структурируется определенным образом и проведает свойство уже горения горючее. То есть, естественно, что правильнее будет это никогда не использовать, потому что существуют уже другие методы, которые более, как говорится, прогрессивные, и не нужно будет разрушать природу полностью, когда-то дальше, то есть, зачем, если можно, при том же воду получать структурируемые уже, и существуют гораздо более эффективные способы, когда не нужно вообще никакого топлива для того, чтобы перемещаться в пространство. Это вообще экологически чистые. И такие технологии в России существуют. Вот если то, что произойдет, о котором мы говорили раньше, то они будут воплощены и в ближайшие 10-15 лет. Так что, с моей точки зрения, гробить озеро Байкала не нужно, потому что тоже не решит проблему. Заберут ту конструкторную воду, которая действует, становится горючее на глубине определенного. И что? Это только пресная вода, значит, нужно, чтобы, во-первых, достать на определенной глубине, где она структурируется и так далее. Значит, опять нарушить полностью экологии и разрушить, и что? Заберут, а потом опять ничего не будет. И что? Выход из положения? Нет, конечно. А озеро будет угроблено. Так что нужно по-другому действовать. Но опять-таки, тогда, когда будут воплощены технологии, которые разработаны в России и есть, если их внедрить, то все будет в порядке.